Это спортивное известие в студии Александра Шариков. Здравствуйте! В Украине стартовал новый регбийный сезон. Первым официальным турниром стал чемпионат страны в мужской суперлиге по Олимпийской семерке, который состоялся в Киеве. Обошлось без неожиданностей. Золото выиграл «Харьковский Олимп». В финальном матче подшефтная заслуженного тренера Украины Валерия Качанова и Вадима Колышкина победили Хмельницкий и Валюшин Севенс. Это 11-й чемпионский титул Олимпа по регбисе. Главный национальный турнир проходил в два этапа. Сначала команды сражались в группах, затем в стыковых матчах. Олимп уже традиционно начал терроризировать соперников с самого начала. Одесский кредо 63 и столичный Антарес харьковчане укатали со счетом 26-0 и 26-7 соответственно. После этого они не пощадили своих земляков из легиона 13-45-0, а в решающем поединке обыграли Эволюшн Севенс с преимуществом 17 очков 24-7. Олимп чемпион. Финал, естественно, как всегда у нас был тяжелый, потому что Хмельницкий – хорошая команда, они готовятся конкретно под семерку против нас играть, поэтому нам все время доставляют неприятности. Даже не знаю, что стало переломным, просто обе команды хорошо себя проявили, стремились победить, но мы сегодня оказались сильнее. Двое ридбистов Олимпа удостоились индивидуальных наград. Сергей Церковный получил приз лучшему игроку чемпионата. Владислава Дожиник с 34 очками стал лучшим бомбардиром. Эволюшн Севенс, как и год назад, занял второе место. Замкнул тройку призеров «Кредо-63», который в матче за бронзу одолел «Легион-13» со счетом 26-19. В ближайшую субботу в Хмельницком состоится Кубок Украины по регби-7. Три золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград – это итог выступления харьковских легкоатлетов на командном чемпионате Украины в Луцке. Юлия Шматенко одержала победу в беге на 3000 метров. 7,5 кругов она преодолела за 9 минут 18,22 секунды. Соперницы отстали далеко. Ближайшая из них полтовчанка Валентина Килярская проиграла Шматенко 37 секунд. Ярослав Исаченков перенствовал в прыжках в длину. Золото он выиграет в заключительной попытке, улетев на 7 метров 78 сантиметров. Своего главного конкурента Игоря Гончара из Донецкой области Исаченков перепрыгнул на 8 сантиметров. В толкании ядра доминировала Анна Хопяк, которая забросила 4-килограммовый снаряд на 14 метров 57 сантиметров. Анна Лунева заняла второе место в женских прыжках в длину 6 метров 18 сантиметров. Дмитрий Бекулов разжился серебром в беге на 800 метров. 1 минута 49,39 секунды. Ирина Пименова стала второй в тройном прыжке 13 метров 10 сантиметров. Бронзовые медали в командную копилку сборной Харьковской области добавили Ева Подгородецкая, которая финишировала третий спринт на 100 метров. Толкатель ядра Дмитрий Манжай, прыгунья в высоту Лилия Клинцова, Сергей Рыбак, показавший третье время в беге на 3000 метров, а также Ирина Рофибекетова и София Ромасюк, которые поднялись на пьедестал в Семиборье и метании диска соответственно. Три золотые медали харьковчанам принес и всеукраинский юниорский турнир по греко-римской борьбе памяти Ивана Поддубного, который завершился в Черкасах. Руслан Конев стал победителем весовой категории до 82 килограммов. Дэвид Шад добился аналогичного успеха в полутяжелом весе. Михаил Вишневецкий весит до 130 килограммов. Соответственно, все трое харьковских классиков отобрались на чемпионат мира среди юниоров. Он пройдет в декабре в Белграде. На всеукраинском турнире по вольной борьбе Черное море, который состоялся в Одессе, харьковчане до золота не добрались, но взяли три серебряные и две бронзовые медали. Камиль Керимов, Денис Бараган и Мохаммед Алиев остановились в шаге от победы в весовых категориях до 61, 65 и 79 килограммов. Соответственно, в схватках за бронзу сильнее проявили себя Павел Вызер и Глеб Гринченко. О футболе и не только расскажет Алексей Заржицкий. Металлист 19-25 в заключительном 30-м туре чемпионата Украины по футболу в первой лиге принимал Кремень. Поединок не имел турнирного значения для соперников, но они были не прочь завершить сезон на мажорной ноте. Начало встречи осталось за командой из Кременчуга, которую на восьмой минуте вывел вперед нападающий Вадим Лобода. Харьковщане вызов приняли и до перерыва провели три гола. Отличились Фрейтос Дерек, Михаил Шершин и Ярослав Ямполь. На 58-й минуте защитник хозяева Максим Цверенко довел счет до крупного. В концовке матча Хавбек-Кремня Александр Кривенко сократил отставание и в итоге Металлист 19-25 победил 4-2. Главную же задачу харьковские футболисты не выполнили, проиграв борьбу за премьер-лигу. Набрав 51 очко, они заняли седьмое место. В элитный дивизион вышли Минай, Рух и Ингулец. Почему не получилось? Ну, тоже надо будет все-таки посидеть, обдумать, проанализировать этот сезон. Все-таки были неплохие игры, были после первого круга на первом месте. Ну, опять у нас весна, весна и все. Один и тот же сценарий. Все-таки нужно будет сесть все вместе и проанализировать. Ошибки учесть эти, чтобы в будущем такого больше не повторялось. Сразу после окончания перволигового чемпионата пост генерального директора Металлиста 19-25 покинул Владимир Линки. Также из команды ушел ее многолетний капитан и лучший бомбардир, 35-летний форвард Сергей Давыдов. Харьковские велосипедисты завоевали на чемпионате страны по маунтинбайку в олимпийском кросс-кантри и гонке «Элиминатор», который состоялся в Черновцах, четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. В элитной группе статус главной фаворитки подтвердила Ирина Попова. Она одержала две победы. В олимпийской дисциплине двукратная чемпионка Европы привезла своей ближайшей конкурентке Ирине Слободян из Хмельницкого 13 секунд. В «Элиминаторе» подопечная Романа Коробова опередила серебряную киевлянку Марью Шерстюк на две десятые секунды. В мужском кросс-кантри Александр Коняев стал вторым. Александр Курила заработал две бронзы. Среди девушек не старше 16 лет победный дубль оформила воспитанница первого УФК Мария Сухопалова. В юношеской категории Егор Волков показал второй результат. В кросс-кантри Роман Крышевский был третьим в «Элиминаторе». Это все. Спасибо за внимание к спорту. Удачи вам и всегда. Хороших новостей. До свидания.